В данный момент я работаю инженером-конструктором. Я проектирую штампы, пресс-формы, изделия и нестандартное оборудование. На ОАО «Рудинск» я пришел в 1993 году. В это время как раз начиналось освоение нового производства. И я работал конструктором, потом мне предложили главным конструктором. Как раз в это время производилось освоение новой документации, оборудования всего. Я работал, потом ушел в фирму, потом вернулся опять назад сюда. И сейчас работаю. Перерыв был полезный. Я пошел на фирму очень крутую и там как бы стажировался. Я набрался очень много опыта. Там были самые опытные конструктора, пресс-формы, которые были в Белоруссии, даже можно сказать. И я от них очень много научился и очень благодарен. Ну а потом я вернулся уже с опыта. Пришел опять на эту работу, потому что я ее люблю. Я начинал с нее и на ней, наверное, закончил. Меня лично мотивировало работать конструктором тем, что я с самого детства занимался этим. Я чертил, я, наверное, в четвертом платье начертил чертеж подводной лодки, который собирался делать. И я все время к этому, к этому у меня стремилась душа. Как-то, наверное, было это заложено сразу. И я удовольствие получаю. Проектирование от результатов своего труда. Потом, когда вижу, что мои изделия воплощаются в реальное, мне это составляет удовольствие. При мне начиналось производство фитотехники. Я принимал в этом непосредственно участие. В приеме документации, которая была на немецком языке, которая и на немецких стандартах. И это было довольно сложно нам понять конструкторам, потому что у нас ГОСТы немножко отличались. Но постепенно мы освоили это. Это когда к нам поступили пресс-формы, изделия, документация конструкторская. Она была, конечно, вся на немецком языке и частично переведена. Но стандарты отличались немецкие от наших ГОСТов. У нас, например, чертежи оформляются на каждую деталь отдельно. У них частично оформляются чертежи на детали, на сложные. А остальные могут оформляться прямо на сборочном чертеже. Это было сразу конструкторам нашим очень непонятно, очень трудно было въехать в это. И потом нам же поступали новые технологии. Это выращивание изделий в силиконовых формах и изготовление быстрых твердеющих форм. Технология ТАФА была. В то время у нас уже было выращивание в слое полимера лазерной модели. Это сейчас только принтеры. А у нас уже тогда эти принтеры поступили. А это нужно было все освоить. Программное обеспечение конструкторское, оно было тоже новое. Мы с ним никогда не сталкивались. Я когда увидел, как можно изготавливать и проектировать изделия, трехмерные модели и делать чертежи, я когда нам немцы сразу показали, то я чуть не заплакал. Это честно. Ну и потом мы осваивали, как-то был энтузиазм, вечером, дома, не на работе. Тоже изучали это все и осваивали. Ну и в результате как бы мы добились. Приходили молодые специалисты, им помогали уже, как обычно говорят, один научится, уже учит других. И молодых специалистов учили. И как бы мы выполняли все задачи, которые перед нами стояли. Я когда пришел молодым специалистом на завод, меня доброжелательно приняли, предоставили рабочее место, все необходимое для работы. И тоже точно так же и сейчас молодые специалисты приходят, к ним уважительно относятся, понимают, что у них нет опыта, что опыта надо набираться. Вот я когда работал, молодые специалисты приходили, я старался, все старался, что я знал, я старался все им передать. Мы шли по ступенькам, мы начинали просто с конструктора второй категории, первой категории, ведущей, потом главным конструктором. Это как бы уже высшая ступень. Если сравнивать, когда мы начинали, пришли, то это были кульманы, это были, как говорят, карандаши и резинки, а сейчас это уже компьютерное проектирование, изготовление изделий в цеху по 3D-моделям, станки с программным числовым обеспечением. Это совсем уже другое.